Старая Вятка Советы кладоискателям и много полезной информации Приветствую вас на своем канале Сегодня домашний выпуск Как вы видите за спиной гаражи Сейчас мы зайдем вернее в гараж Посмотрим на один из наших автомобильчиков Расскажу немного, что мы в нем поменяли к новому сезону Какие дополнения внесли по ценам Немножко вам расскажу, что сколько стоит На тот момент, когда мы покупали эти запчасти Надеюсь, будет интересно, познавательно В следующий раз еще попробую снять видео Покажу вам наше новое приобретение Это автомобиль УАЗ Сейчас заходим в гараж Покажу вам небольшой обзорчик Смотрим Итак, вот мы с вами в гараже Наша машинка Практически подготовили ее всю К сезону Много, конечно, что еще не заменено Но это уже будем по ходу Здесь сзади, в принципе, ничего не трогали Глушитель меняли Заменен был глушитель Фонарик Это, по-моему, восьмерочный На задний ход пока сюда поставили Хотя, скорее всего, он у нас отвалится Заменена была резина На более серьезную Фирма Гудрич В среднем это 16-й радиус В среднем где-то Десятка ценник баллону Это без дисков Диски оставили родные Естественно, все четыре колеса были поменены Сбоку грунтозацепы Стоят То есть резина Действительно грязевая То есть гребет очень хорошо Потому что откатал на такой резине Не один год сам знаю, что она Может То есть На такой резине машина В общем Свою проходимость увеличивает в разы Так Что еще у нас тут Сейчас фонарик повесим Потому что здесь Свет, к сожалению, не очень хороший Так, что было еще Еще Где-то в начале января Мы очень долго заморачивались В общем, сделали лифт подвески То есть На 55 миллиметров Она была поднята Лифт подвески Опять же Так Лифт подвески Да, я просто вспоминаю Цены не все помню Лифт подвески В общем По-моему, где-то в Вятке делался Даже фирма Так и называется Вятка Приблизительный ценник Полного и переда, и зада То есть лифта Где-то тоже Где-то около 10 тысяч Стоимость комплекта Кто Сам не может поставить Соответственно, еще Думаю, тысяч пять Плотных Отдадут за Установку Это как минимум Я думаю Может быть, ошибаюсь, конечно Так, что у нас еще Углубляться, в общем, не буду Я тут, в принципе Зеркала Это стандартно Они у нас так и стояли Перед Что? Перед Перед заменили Пока сырость Короче Перед заменили оптику Хотел вообще Перекрасить Красить не стали Такую ее оставим Потому что есть Зеленого цвета Это пускай будет такая Дальше что? Ручки То есть Она у нас закрывается Получается сигнализация То есть С двух сторон Заменены ручки Салон С магнитолу поставили Там С этой С флешкой По колонкам В общем Колоночки пока Стоят обычные То есть Ничего Нам больше не надо Еще планируем Под нее Очень плохо Сейчас Видно Блин Свет Конечно Вот В общем Под нее Под магнитолу Кто Как бы Знает У него Панель Еще Планируем Поставить Радиостанцию Потому что На всех машинах Стоят радиостанции Поставим туда Радиостанцию Еще Нужно нам Сделать Подъемник Потому что Когда меняли Стекла То есть Кстати Стекла Тоже Все Поменены По кругу Они Все Шелкографии Лобовое Стекло Заднее Лобовое Стекло Боковые Ветровые Подъемник Надо Делать Упал Подъемник У нас Нет Что еще Самое Конечно Важное Это у нас Сиденья Ну Я имею ввиду Безудобств Сейчас Попробую Повернуть Сиденья Совершенно Новые Мы их Не подбирали Сиденья Как Некоторые Переваривают Эти Эти У нас Сиденья Изготавливает Фирма Фирма Вайпер По-моему Четко Подходит Под него То есть Четыре Положения У них Они складываются Откидываются Раскладываются В среднем Сейчас Не знаю Точно Ну Где-то Восемь тысяч Одно Кресло Стоило Что еще У нас По-внешнему Заменили Еще Задние Они Изначально Заводские Идут Как они Называются Господи Боже мой Задние Короче Боковые Стекла Они Идут Глухие То есть Заказали Нам Привезли Сделали Ветровые То есть Они Теперь Задят Открываются Таким Образом До конца Можно Открыть Могу Сказать Что Очень Удобная Вещь Попробую Внутри Вам Показать Как Нибудь Сейчас Секунду Секунду Неудобства Неудобства Внутри Это Дело Выглядит У нас Вот так То есть Встают Четко Вытаскиваю Что Резинки Уплотнители И Просто Ставишь Так Называют Тюнинговые С Таким Замком Как бы Все Принципе Примитивно Закрывается Обычно В таком Положении Открыта Она Вот так Мы ее Закрыли В закрытом Положении Она у нас Вещь Очень Удобная И Практичная Могу Сказать Реально Поставили Наверх Багажник Багажник Поставили Обычный Но Багажник Взяли Мы От ВАЗ 2104 От четвертой Модели Это Удлиненный Такой Багажник Штатный Который Ну не то что Штатный А который Можно Обычно Ставить Багажники Ставят На Классика Тоже Они стоят С Думя С Думя Креплениями Поставили Удлиненный То есть Получается У нас Полностью За Всю Крышу Вниз мы Не полезем Сейчас Никаким образом Мы туда не попадем Что еще Стоит подрамник Тоже все это делали В январе Поставили подрамник У нас стоит На раздатку То есть Отвязали Раздатку Отвязали От кузова То есть Она стоит Сейчас На подрамнике То есть Кому интересно Что такое Подрамник То есть Можете посмотреть Погуглить В интернете Вещь Тоже Я считаю Нужная Для Для Таких Автомобилей То есть Это Не просто Для красоты Еще Планируем Что еще Планируем Еще Планируем Отвязать Двигатель От переднего Моста То есть Есть Тоже Такие Крепления Такой Комплект Который Позволяет Это Сделать Соответственно На Управление Автомобилем Это Повлияет И Нагрузку То есть Мы С моста Снимаем Вот Как-то Так Решили Оставить Белым Цветом В общем Автомобильчик Уже Пробовали На нем Поездить То есть Как бы Все Все Превосходно Ну и Напоследок Хотел Вам Еще Показать Вот Такое Чудо Это Ремни Повышенной Проходимости Они Полиуретановые Крепятся То есть Застегиваются На Любой Пророк Абсолютно Любой Диск Таким Образом Имеется Сверху Такая Лапа Снизу Получается У нас Здесь Шипы Чтобы Она Не Скользила По Колесу Но Как бы На Такие Автомобили С Такой Резиной Например Как На Этом То Что Сейчас Я Показывал Их Конечно Нет Смысла Ставить Совершенно По Своему Опыту Могу Сказать Что Даже Рекомендую Приобрести Такие Ремни Для Людей Просто Я вижу Много Камрадов Ну и Мы В том числе Периодически Когда Едем На Легковой Машине Постоянно Забываем Эти Ремни Не знаю Почему То есть Кто Ездит На Леговых Автомобилях Там Покопать То есть У кого Обычный Легковый Автомобиль Вот Рекомендую Приобрести Вот Такой Комплект В комплекте 10 Ремней Идет На все Четыре Колеса Фирма Ека По-моему Что ли Опять же Таки В интернете Можно набрать Посмотреть Примерную Стоимость Этого Комплекта Где-то От Трех с половиной Вот так Тысяч Очень Рекомендую Очень сильно Помогает Проходимость Увеличивается В разы На Обычном Автомобиле То есть Особенно Актуально Это Вот сейчас Весной Зимой Тоже Проходимость Увеличивается И Скажем так У кого Задний Привод Да То есть Можно Поставить Цепи На Легковые Автомобильные Те же Самые Там Проблем Совершенно Никаких То есть Цепи Купить Они Подешевле Стоят А вот То что Касается Автомобильные Иностранного Производства Например Ну Любой В общем Автомобиль Иностранного Производства То есть Которые Переднеприводные Одеть Браслеты Которые Производятся Сейчас У нас В России Ну Или В СНГ Которые Изготовлены С элементами Цепей Есть Такие Тоже Браслеты Которые Сделаны На основе Цепей То есть Их Путь Поставить Уже Проблематично Почему Потому Что При Повороте Каком То есть Когда Вы будете Выкручивать Колеса Большая Вероятность Того То Что Они Будут У вас Цеплять За Подкрылки И Что Хуже Всего Очень Часто Бывало Так Что Сорвало Приводы Даже То Что Касается Цепей С Таким Браслетом Такого Плана Такого Не Будет То есть У кого Передний Привод Рекомендую Приобрести Вот Такие То есть Потратить Три С чем-то Тысячи Это Невеликие Деньги Зато В принципе Они Лежат В багажнике В чемоданчике Там они Продаются Такой Пластиковый Чемоданчик Все Культурно Аккуратненько Они Лежат Одевают Совершенно Опять Повторюсь На Любые Колеса На Любые Диски Даже На Родные Такие Невские Можно Продеть Спокойно Не Подомкрачивать Ничего Не надо Ровно Занимает Там Две Минуты Так Что Так Надеюсь Что Эта Информация Которую Я вам Сейчас Рассказал Будет Полезна Кому Пригодится Кто-то Что-то Возьмет На Заметку Ничего Нового Конечно Жене Рассказал Я Просто Решил С вами Поделиться Тем Чем Мы Занимаемся Свободное Время Тем Более Сейчас За бортом У нас Зима То есть Времени Свободного Скажем Так Больше В плане Того То Что Копаем Меньше Ну Естественно Приходится Обслуживать Автомобили Которые Нам Будут Служить Верой Правдой Весной Летом Ну И Зимой Тоже Все На этом Буду Заканчивать Видео У нас Получилось Не длинное Но Тем не менее Так что Думаю Наверное Собираемся Домой Потому что Угрожа у нас Не это Не май месяц Подписываемся Не забываем Делиться Видео В соцсетях Также В группу Заходим Ну В общем Здоровья Всем Удачи В новом Сезоне Удачи В жизни До новых Встреч Пока Пока Субтитры Субтитры